Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, что меня достаточно хорошо слышно. Я хотел бы рассказать об одной книге, которую я не так давно перевел с удмуртского языка на русский язык. Эта книга называется «Амати», вот она выглядит так, она совсем небольшая, и я сразу скажу, что она лежит в открытом доступе, то есть ее электронный вариант можно найти, если вы хотите познакомиться с текстом этой повести. Еще я записал аудиокнигу. Чем примечательна эта книга, и вообще зачем я ее начал переводить, и вообще кто я такой, и почему она это имел право. Дело в том, что Кузибай Герт, автор этой повести, написал в 1920 году, собственно, эту повесть «Амати» на удмуртском языке, и эта повесть не была в полном объеме, а переведена до сих пор, то есть прошло сто лет, ровно сто лет. Удмуртия праздновала столетие своей государственности, потому что 4 ноября, как известно, далее советская власть утвердила удмуртскую автономию, автономную область. И вот эта повесть «Ровесница государственности» Удмуртии, она не была переведена и не была издана на русском языке в полном объеме. Но и отдельной книгой понятно, что же она не была никогда. Были отдельные такие переводы, которые включали в себя то, чего там не было, и имели большие там перерывы. Например, издавалась повесть под таким подзаголовком, которого в оригинале нет, назвали это вот эротической новеллой, такой Вазихов был переводчик, и он вот назвал это эротической новеллой, в оригинале такого у автора, у Кузибая Герда такого не было. Но я тут не спешу поругать этого первого переводчика, который мне, текст которого мне попался, а наоборот, я бы хотел его даже поблагодарить за то, что он вот, хотя и таким странным методом, странным шагом, как мог, побуждал интерес к культуре, которая не так известно русскоязычному населению. Что касается вообще причин, по которым я эту книгу перевел, причин было несколько, самая такая бытовая из этих причин была такая, я пишу диссертационное исследование на тему русскоязычное художественное наследие Кузибая Герда. Это диссертационное исследование я веду в литературном институте имени Горького на кафедре новейшей русской литературы. И вот, будучи исследователем русскоязычного наследия, мне необходимо было еще как-то дать понимание того, а что же автор писал на удмуртском языке. У меня была возможность пойти по легкому пути и взять уже какие-то готовые переводы, например, поэтических переводов довольно много, потому что Кузибая Герд был поэт, но для того, чтобы передать образную систему, для того, чтобы в ней разобраться, мне этого не хватало. И на протяжении трех лет я, как мог, изучал удмуртский язык, потому что этот удмуртский язык мне совсем не родной. Я родился не в Удмуртии, родился далеко, и этнически я русский человек и воспитывался в русской семье. Удмуртского языка в школе не преподавалось, не велось, и поэтому мне пришлось вот так вот с нуля поднять этот удмуртский язык, но, конечно, достаточно качественно выучить удмуртский язык за три года не получится, поэтому я обращался к консультантам, которые знали, во-первых, материал, о котором там идет речь, они знали буквально места, которые описываются в этой повести. И они, конечно, знали и знают язык гораздо лучше, чем я, на уровне, конечно, носителей. И вот сопоставляя какие-то свои знания с знаниями этих трех консультантов, я сделал эту книжку. Что касается сюжета, это самое интересное. Самое интересное, со мной случилось такое достаточно большое открытие, что образная система такого финно-угорского народа, удмурт – это финно-угорский народ, совсем может сильно отличаться от той образной системы, к которой мы привыкли, изучая русскую классику в школе. Так как я сам преподаю русскую литературу в школе, я знаю, что из-за этого, из-за того, что мы проходим в основном русскую классику, у нас остается такое ощущение, что так оно и правильно, такой литература и должна быть, такая она привычна и есть. И иногда мы выходим за рамки русской классики и изучаем западную литературу, европейскую литературу изучаем, ну, например, Шекспира изучают в школе. Но образная система русской литературы не так далеко отстоит от образной системы литературы английской. А вот финно-угорская литература – это то, что может помочь писателю или просто читателю, который хочет почитать что-нибудь небывалое, что-нибудь новое, поможет освоение литературы, которую написали финно-угры. И вот, что мне представляется здесь таким замечательным, таким тем, что стоит заметить в этой повести. Во-первых, само повествование, тон повествования, который я попытался передать. Вот для примера первые строки. «Думаю об этом, и кажется, это было не так давно. Засела эта история в голове. Мати была девушкой. Со всей окрестности люди знали ее. Глядя на ее красоту, не могли насытиться. Да как уж не смотреть, кроме нее ничего красивого нигде рядом не было. Вокруг только лес, бесконечное болото до кочки. Дома у удмуртов бедные, стоят, как слепые женщины, маленькие окна в тех домах. Народ, как эти дома, слепой, прижатый к земле тяжкой своей работой. Как цветок была красива Мати, и завяла, как цветок, без жалости втоптали ее в грязь». Вот такое начало, которое уже задает конфликт. И конфликт задается не таким способом, к которым мы привыкли в русской литературе, а таким способом бесконечных отражений, бесконечных каких-то суждений. Завяла, как цветок. В чем близость русской и удмуртской литературы? Дело в том, что образная система соприкасается здесь на уровне самоассоциаций. Русские люди и финоугры часто ассоциировали себя с растениями. Даже в народных песнях у нас есть такие там «Как бы мне рябине к дубу перебраться». Или на уровне фразеологии о человеке глупом мы говорим «тупой, как дерево, тупой, как дуб». Или, например, мы говорим о каком-то могучем человеке, мы говорим «как могучий тоже дуб». Ну и такой самоассоциации довольно много вообще в наших литературах. Но то, как работает эта ассоциация, это как бы два разных мира. Кузибай Герц здесь использует особенную такую ритмизированную прозу. Опорой его было вот что. Дело в том, что Кузибай Герц, когда ему было 12 лет, он, как известно, убежал из дому, скитался и собирал, он знакомился с разными сказителями, которые были тогда еще живы. Это было дореволюционное время, 12 лет ему было примерно в 1910 году. И вот он сбежал из дома, там скитался где-то и беседовал со сказителями, с теми, кто пересказывает удмуртские легенды, удмуртские сказки, мифы, какие-то истории. И все эти пересказы, разумеется, они все были наизустные. Дело в том, что письменность у удмуртов появилась только с приобретением христианства, и письменность удмуртская была основана на кириллице. Понятное дело, что с началом христианизации вот этих языческих народов появлялась у этих языческих народов письменность, в том числе и у удмуртов появилась письменность. Но были, конечно, у удмуртов какие-то знаки, но тексты, сказки и все такое прочее, передавались из уст на. То есть поколение за поколением, точно так же, как во времена Гомера в Древней Греции, все эти истории передавались из уст в уста. И все эти приемы, вот этого, весь этот ритм сказителя, он перешел в ритм прозы, которую задал нам Кузи Байгерт. Я попытался чисто звуково передать, передать этот вот тот узор фонетический, который, который был изначально. Я прослушал просто на удмуртском языке несколько раз, как это все читается. Повесть совсем небольшая, коротко расскажу о ее сюжете. Главная героиня по имени Мати, она, как и сказано было, является таким человеком-достопримечательностью, самой красивой девушкой, самой такой ценной. С ней все сравнивают себя, с ней вступают в какие-то особенные отношения, все с ней советуются. Но вдруг что-то случается, вероятно, случается какое-то изнасилование, и вдруг ее видят беременной. И вот с этого момента начинается перелом ее судьбы. Мужчины в деревне, встретив ее, начинали кричать «Эй, Мати, кому несешь?» или «От кого несешь?» Никто не знал, кто отец этого ребенка, который есть у нее. И никто не мог догадаться. Она не была замужем, ну и, следовательно, вот была она такой непорочной, и теперь вот это событие дало повод думать, что она порочна, что все это следствие. Начали люди пускать слухи из-за того, что они не знали истинную причину вот этой беременности. И они таким образом своими пересудами испортили жизнь этой девушки. Был там такой человек, который забил до смерти свою жену и искал новую. Звали его Федор. Ну и он взял себе в жены эту Мати, которая говорила, что «ты ведь и меня будешь бить». Он сначала поклялся, что «я не буду бить тебя», ну а потом он, конечно, в тот же день, с самого первого дня он начал ее бить. И бил он ее до такого состояния, что она не смогла выносить этого ребенка, и она родила его мертвым, закопала под корытом в коровнике. В итоге она убежала из этого дома. Потом она где-то скрывалась. Несколько глав идет описание того, как ее ищут, как приходит с войны солдат по имени Пельмон с ружьем и часами. делает какие-то указания, как правильно искать людей, как правильно искать в лесу эту девушку, потому что она только в лес могла убежать. В итоге ее находят на вершине сосны, превратившееся в страшное, скользкое существо с безумными глазами, которое может только кричать, и у нее есть хвост по комментарию одного рыбака, который и указал на место, где ее стоит искать. И в конце Герт пишет, что, наверное, не только она, ни одна удмуртская девушка имеет такую несчастную судьбу. Вот. Из всего этого, то есть я очень коротко пересказал этот сюжет, там есть более интересные такие подробности. Читать нужно не за сюжетом, а, конечно же, за вот этими удивительными деталями. Там есть, например, мне особенно нравится такая деталь, что в такую пору грязь как будто бы живой человек, который хочет схватить тебя за сапог и уронить на землю. То есть такая образная система, которая в русской литературе работает совершенно по-другому. Вот так. Если вы захотели вдруг почитать эту книгу, это можно сделать совершенно, ну, просто так, бесплатно. Можно найти ее на моей странице ВКонтакте. Меня зовут Андрей Гоголев. И через организаторов этого мероприятия вы легко найдете мои контакты. там можно найти или напрямую ко мне обратиться через электронную почту, которая у меня много где указана. Вы можете скачать, посмотреть или послушать аудиокнигу, которая тоже выложена. Но если вам хочется слушать аудиокнигу не через ВКонтакте, я могу вам прислать по электронной почте ее файлам. Вот так. Я не знаю, как на этой конференции работают с вопросами публики и вообще есть ли здесь публика. Я ведь не вижу никого. но я думаю, что если вопросов никаких нет, то я благодарю вас за внимание. Благодарю организаторов этого мероприятия. Вот. Благодарю вас. Всего доброго. Очень рад поучаствовать в таком важном деле. Спасибо зрителям и организаторам. Всего доброго.